всем привет с вами юля и мой факультет рукоделия и в этом мастер-классе я предлагаю вам связать носочки на однофантурной машине вязать носки я буду из пряжи регия перфект это пряжа не простая то есть бывает пряжа секционного окрашивания которая укладывается какими-то узорами в ленивый жаккард а здесь пряжа с такой небольшой хитростью на всех моточках есть вот такие желтые нитки которые помогут вам увидеть когда закончится первый носочек и пора начинать второй носок расцветки бывают различные вот например здесь вот такие вот оранжевые полосочки и потом голубые какие-то крапинки здесь идут вот такие вот полоски на жаккард похожие и мне было так интересно увидеть что же там внутри поэтому когда я начала вязать образец для того чтобы сделать расчеты то есть определиться с плотностью посчитать что-то я решила извязать все до желтой нитки то есть видите тут начало желтая ниточка и конец желтая ниточка смотрите здесь вот на этикетке видите на второй носочек у меня пряжа осталось еще бобинки то есть ниточку я брала из середины клубочка она очень хорошо достается оттуда и в машину подается без каких-либо проблем здесь есть вот такая инструкция правда она не на русском языке здесь показано желтую ниточку надо отмотать и отрезать дальше мы пошли вязать там где ниточка идет в один цвет там вяжется резиночка далее у нас появляется узор как только у нас снова появилась однотонная нитка следует приступить к вязанию пятки когда первый носочек будет закончить снова мы значит отматываем здесь желтую ниточку да и начинаем вязать второй носочек и они будут похожи друг на друга в общем не очень было интересно что же там вообще внутри когда же появится вот эта желтая ниточка которая делит моток пряжи на 2 на 2 части да на 2 носочка вот в итоге я вывязала вот эту вот колбаску теперь примерно знаю как будут выглядеть мои носочки и сейчас я просто на ручной моталке это все распущу и смотаю в моток итак начинаем вязать пару слов о расчетах петельная проба у меня получилось на том образце который я связала 2,8 петли и 4 ряда обхват ноги на которой я буду вязать 25 сантиметров 25 сантиметров мы умножаем на петельную пробу получается 70 и отсюда убираем процентов 15 потому что не хотелось бы чтоб носочек болтался пусть он будет так по плотнее оставляю 60 петель далее у нас идет длина стопы мерка и это 42 размер 28 сантиметров 28 умножаем на 4 на петельную пробу 112 рядов выходит также убираю 15 процентов получается примерно 96 рядов вот на эти цифры буду ориентироваться и набираю 60 петель выдвигаю 60 петель то есть от 0 до 30 и здесь точно также и делаю разбор линейкой один через один и смотрите 30 петля ушла в задний ряд то есть раз четное количество 30 петля ушла потом ее надо будет не забыть поднять раз в клубке идет вот такая нить которую можно обрезать я буду использовать как бросовую ниточку заправляю ниточку в каретку на рычаге и выставляя нулевую плотность и провожу первый наборный ряд сюда подвешиваю гребенку чтобы она везде зацепилась и провожу еще кареткой несколько раз теперь смотрите бросовую ниточку я обрезаю дальше я протягиваю нитку до зеленой и завожу рабочую нить в каретку и еще четыре ряда проводим уже зеленой ниточкой то есть нашей основной рабочий все четыре ряда сделали выводим все остальные иголки работу и не забываем про тридцатую иголочку смотрите чтобы у нас она провязалась соседние иголочки поднимаю петлю предыдущего ряда и накидываю на эту иголку все теперь у нас начнется вязание самой резиночки и на каретке я выставляю рабочую плотность я буду вязать на резинку на пятой плотности счетчик обнуляю и теперь вяжем пока не закончится зеленая ниточка смотрите на щечки у меня 29 рядов сейчас нужно резиночку будет перебрать то есть сделать лицевые дорожки вместо изнаночных начинаем перебирать резинку смотрите вот у нас тут есть вот такие вот протяжки до отверстия получились вот от них будет начинаться сама резинка а вот эти протяжки будут участвовать в оформлении края и он у нас получится как фабричный то есть сейчас нам надо каждую вторую петлю распустить каждую вторую дорожку петель да и вот нам надо будет вот эту распускать вот эту вот эту давайте начнем с 4 петельки будет поудобнее а потом вернемся ко второй вот так вот мы спускаем все петли вот прям до этой вот дорожки вот она у нас первое запомнили ее но даже если вы ее вдруг потеряете вот здесь внизу подхватываем первую протяжку зеленую она тут хорошо отличается то есть дальше идут уже желтые и после вот этой первой протяжки раз два три пропускаем да вот они все четыре протяжки мы четыре ряда делали вот за первую ухватились и заводим нить уловитель в первую после дырочки протяжку до которую мы распустили и вот так вот в каждую протяжку начинаем поднимать петли то есть вот мы завели вот протяжку вот мы завели под протяжку с язычка скинули петлю и протянули таким образом нам нужно поднять все петельки до самого верха до игольницы и последнюю петлю повешаем на ту иголку с которой мы спускали дорожку петель так и вот смотрите подхватываем иголочку и вешаем эту петлю все вот у нас получилась дорожка лицевая точно также каждую вторую иглу до самого конца перебираем чтобы получилась резинка так ну что я перебрала резиночку вот такая получается переборная резинка она потом отпарится и будет еще ровнее и красивее теперь можно убрать вот эти вот бросовые ниточки смотрите они распускаются очень легко и если вы используете бросовую нить какую-то такую шелковистую чтобы легче все распускалось то тогда будьте аккуратней я вот планку сняла знаю что у меня вот эта ниточка сама собой не распустится вот а если вы шелковистую ниточку возьмете то вот эту вот планочку лучше с этой нитки не снимать все эту нитку я выкидываю вот посмотрите какой красивый получился край у резинки я говорю она потом еще отпарится станет вообще такая идеальная все продолжаем вязать счетчик я снова скидываю на ноль чтобы посмотреть сколько у меня получилось цветных рядов то есть вы это все записывайте для того чтобы посмотреть потом как у вас нить придется на второй носочек чтобы ничего нигде не перепутать сюда надо повешать оттяжки навешиваю грузики все вяжем плотность у нас теперь будет шестая резинку я вязала на пятой плотности переключаю рычаг на каретке на шестую плотность все начались цветные полосы едем дальше так смотрите из клубка пошла зеленая ниточка уже сплошняком значит это начинать надо пятку каретка у меня справа и петли пятки будут также вязаться справа но будьте внимательны если вы вяжете второй носочек то у вас смотрите пятки должны быть в разные стороны для того чтобы шов потом получился у нас изнутри на обоих носочках выставляю от нуля половину петель в переднее нерабочее положение на каретке с обеих сторон включаю рычаги частичного вязания смотрите как вяжется все просто со стороны каретки выводим иголку в переднее нерабочее положение проводим один ряд так видите у нас вот эти петли провязались эта петля у нас обхватилась ниточкой которую мы вяжем а здесь вот эти иголки не провязаны ниточка лежит вот сверху выводим еще одну иглу иглы выводим из работы со стороны каретки провязываем еще один ряд и так далее все очень просто по одной игле вводим в переднее нерабочее положение но смотрите здесь внимательно обязательно буквально через каждые 2-3 ряда проверяйте и перевешивайте грузы еще и поддерживайте здесь вот эти петельки руками потому что петли могут отсюда выскочить и будет потом неприятно их поднимать 2-4-6-8-10 смотрите так мы провязываем до того момента пока у нас в серединке не останется 10 петель здесь у нас в переднем нерабочем положении 10 иголочек и здесь точно также от 0 10 ну у меня 30 у вас скорее всего будут какие-то другие цифры все теперь начинаем вязать вторую сторону пятки здесь уже будет немножко по-другому со стороны каретки мы будем вот так вот ниточку обводить вокруг иголки и вот эту иголочку задвигать в работу наоборот точно так же здесь придерживайте все петли оттяжку вот эту вот делайте руками держите дополнительно чтобы у вас нигде ничего не слетело с иголок точно так же обвели иголочку и вывели ее в рабочее положение хорошо так вот вот так вот 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 так смотрите когда у нас остается последняя иголка мы ее здесь обвиваем и еще обвиваем также вторую иголку но в работу выставляем одну иголочку это для того чтобы здесь случайно не образовалась отверстие все последнюю иглу мы вывели в работу и точно так же все остальные иголочки выдвигаем в рабочее положение дальше будем вязать длину ступни здесь также можно счетчик выставить на ноль и продолжаем считать сколько у нас здесь рядов видите уже пошли цветные ниточки то есть буквально здесь получилось три по моему зеленых ряда так на счетчике у меня 57 рядов и и снова пошла зеленая ниточка из клубочка то есть сейчас нам нужно прикинуть вернее надо было прикидывать прикидывать заранее конечно же но раз у меня уже связан первый носочек я уже знаю я считаю здесь ряды которые у меня получились складываю все вместе то есть 20 рядов у меня пятка 57 рядов здесь 20 рядов точно так же будет мысок 20 47 вот они мои те ряды на которые я должна была выйти все дальше уже можно приступать к вязанию мыска то есть у меня пришло время и опять же каретка у меня сейчас с левой стороны мысок я буду вязать здесь рядом с кареткой и обратите внимание вот она пятка на у нас справа мысок у нас слева то есть если у вас получилось не так переведите каретку в другую сторону чтобы мысок и пятка у вас были на разных сторонах и сейчас мы проделываем все те же операции все точно так же как мы вязали пятку то есть вот такой у нас получится мысок можете сейчас перемотать видео назад посмотреть как мы вязали пятку или по памяти связать я уже не буду отнимать у вас время свяжу мысок сейчас за кадром и затем включусь покажу что нужно делать дальше итак смотрите мысок я провязала вот у меня осталось еще зеленой нитки достаточно много и до желтой нитки далеко мотать в общем я ее откладываю пока в сторону нить не обрезаю просто беру другую бросовую ниточку которая у меня который я обычно использую заправляю я бросовую ниточку придерживаю вязание придерживаю вот эту вот рабочую нить со всех сторон и бросовой нитью провязываю несколько рядов так в ниточках запутаться можно держу всячески все убираю грузики сейчас они нам больше не нужны и просто вот так без нитки кареткой срезаю вязание работы вот такой мысок у нас получился и сейчас нам нужно сделать вот этот вот шов который у нас будет внизу на стопе он будет незаметным сейчас я покажу что мы делаем смотрите нить у нас пока нить пока мы не обрываем так у меня половина петель это 30 я вот сейчас начну с 15 петли до 0 и до 15 петли после нуля и так смотрите что нужно сделать мы должны навесить вот эти вот петли которые у нас сейчас на бросовой ниточки лицом к лицу то есть изнанкой к машинке первую вешаем потом вот так вот вторую сюда сделаем я поднимаю вот эти вот петельки которые у меня есть слегка выдвигаю пока сильно не вытаскиваю иголки иначе потом будет неудобно и нам здесь на контрастной брусовой нити видно крайне вот эти вот зеленые петельки главное взять нить такую чтобы она отличалась от цвета основной ниточки вот так вот все 30 петелек поднимаем на игольницу все 30 петель здесь так теперь разворачиваю работу и с этой стороны также поднимаю петли на игольницу смотрим где они у нас тут крайние так думаю вот эта петля будет так и уже теперь можно иголки выдвигать подальше чтобы наверняка тут ничего не слетела так вот здесь немножко под затянулись петли сейчас я и ее найду вот она вот она петелька все поехали здесь все хорошо дальше уже у нас было всего 60 петелек иголочек мы отобрали 30 значит все должно сойтись никаких лишних петель не должно остаться и всех петель и которые мы поднимаем должно хватить ровно на каждую иголочку вот у меня предпоследние и вот она тут крайняя петелька все все петли у меня на игольнице сейчас я могу распустить бросовую нить чтобы она мне тут не мешалась я вот здесь вот с этой стороны аккуратно подрежу ее вот видите берем аккуратно только бросовую ниточку и вот так вот вытаскиваем ее один край достали с этой стороны точно так же можно поступить главное не зацепить рабочую ниточку все все вот она у нас бросова ниточка и петельки на и и все петельки на игольнице здесь я смотрю у меня под распустилась одна петелька я ее сейчас аккуратно пара пишу одну все теперь берем нити уловитель и через колок эти так раз заколок закрываю все петельки раз так следующая так все все петельки закрылись можно ниточку обрезать и снимаем петли сколков все смотрите вот такой шовчик здесь получился с обратной стороны он выглядит вот так сейчас счет варится примнется и вообще ничего не будет видно и теперь осталось сделать боковой шов смотрите резиночку я решила сшить сначала с изнанки то есть когда мы шьем матрасным швом шов получается вот с этой стороны вот ведь он немножко выступает здесь вот и для того чтобы можно было резиночку отвернуть это он такая длинноватая я решила сделать сначала с изнаночной стороны потом перейду на лицевую сторону чтоб шов оставался с изнанки и смотрите здесь у нас между вот кромочными петлями и первым столбиком видите петель находим вот такие протяжки находим вот такие протяжки заводим туда иглу теперь идем на вторую сторону здесь вот где у меня ниточка заходила до туда же иголку сом нахожу следующую протяжку ниточки можно сразу же не затягивать так виднее получается когда мы шьем так в эту сторону находим протяжку и сюда все через какое-то время раз потянули за ниточку шовчик сошелся вот такой вот получается совершенно незаметный шовчик то есть его не будет видно вот то есть дошиваем либо до середины резинки либо вот до сюда потом выворачиваем и уже шьем так чтобы шовчик у нас оставался на изнаночной стороне здесь все точно также находим вот эти вот кромочные находим первый столбик петель и вот за эти протяжки сшиваем ну что что такие носочки у меня получать специально я их положила шовчиком сюда немножко конечно видно что полоски стыкуются не друг в дружку да с этой стороны все ровненько и красиво узорчик получился просто оригинальный такой вот носочки еще не стиранные вот посмотрите да вот у меня шовчик на резиночке с этой стороны выполнен для того чтобы вот так вот гибались носочки можно поглубже их отогнуть вот резиночка еще расправится будет красивее носочки сейчас я пойду их постираю высушу почти до конца и потом уже досушивать буду на блокаторах вот то есть не полностью мокрый носок на блокатор натягиваться а буду только досушивать чтобы придать красивую форму носочкам ну что носочки постираны высушены вот такие вот мягкие уютные теплые и красивые носочки у меня получились я надеюсь вы тоже с легкостью свяжите по моему мастер-классу такие носочки а у меня на сегодня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока пока